Привет, друзья! Вы снова на канале Витал Лэй. С вами Виталий Пескун. Как же выглядел изнутри пиво безалкогольный кабинет Днепр? Вы увидите в этом фильме выпуск, новостной выпуск за 1994 год. Вы увидите линию конвейерную пиво безалкогольного кабинета, как делали пиво, и почему пиво исчезло с прилавка в магазин? Причина, можно сказать, смешная. Не было названия. Какие новые названия и какое новое пиво изобрели наши технологи на пивном заводе Днепр? Давайте посмотрим. Дефицитный всесезонный, но все-таки летний товар не поступает на прилавки наших магазинов по смешной причине. Нет названия. Рассказывает Александр Орлов. В далеки не каждый день выпадает возможность наблюдать рождение чего-то нового. А тем более, если речь идет о создании неизвестного ранее сорта такого напитка, как пиво. Подобные сообщения мы привыкли получать из Чехии, Словакии или других развитых в этом отношении стран Западной Европы. А тут у нас, в Днепропетровске. Уж действительно новость на уровне сенсации. Более чем за 20 лет своего существования пиво-безалкогольный комбинат Днепр выпускал продукцию с традиционными и привычными всем названиями «Жигулевская» и «Ячменный колок». Ежедневно для жителей области в торговлю отсюда поступает 300 тонн этого бобрящего напитка. Учитывая его популярность у населения, снова можно предположить, что прибылью комбинат не обделен. Вот и жил бы себе его коллектив тихо и спокойно, почивая на лаврах. Так нет. Пивоварам от чего-то не имется. Что же побуждает их вести постоянный поиск нового? С этим вопросом я обратился к главному инженеру комбината Борису Петровичу Трембачу. Есть у коллектива и своя гордость, над которой трудящиеся главные специалисты коллектива работают в направлении создания новых видов и образцов выпускаемой продукции. Так, в прошлом году коллектив разработал два новых сорта пива. Это Днепровская и Старый Лосман. В текущем году специалистами, ведущими, разработан также новый сорт пива, который будет, я думаю, пользоваться широким спросом у населения. Это пиво очень такое интересное, своеобразное пиво, хорошее, мы так считаем. Для создания нового сорта пива даже опытным специалистам необходим не один год. Но и учитывая высокую квалификацию днепропетровских пивоваров, рожденный ими новый напиток можно расценить как серьезное достижение. Для знатоков и любителей этого дела отмечу, что по цвету и своим вкусовым качествам он занимает золотую середину между такими известными сортами, как славянская и рижская. Проведенная недавно дегустация показала, что напиток обладает высоким качеством и готов к серийному производству. Да вот беда, остановка до смешного за малым. До сих пор никто не может придумать ему название и торговую марку. Кстати, по этому поводу на комбинате даже объявлен конкурс, в котором могут принять участие все желающие. За художественную разработку этикетки и название нового сорта установлен приз 5 миллионов карбованцев. Победитель по желанию сможет даже взять премию натурой, так сказать, в жидком пенном виде. Так что днепропетровские любители пива, держайте! Если понравилось видео, ставьте лайки. Делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Виталий Пескун. Пока!